Всем привет, ребята! С вами распаковочка и упаковочка. На дворе у нас 15 августа 2023 года. И сегодня мой ролик будет посвящен товарчикам всяким интересненьким и, может быть, не очень интересненьким для кого-то, но для меня очень интересненьким, потому что какие-то, с одной стороны, товары я беру уже не первый раз, и я могу о них рассказывать вечно, да? Вот, а второе, в общем, что я там говорила, запуталась чуть-чуть, суматошный сегодня день, вот, поэтому, в общем, второе, я хотела сказать, что некоторые товары для меня достаточно новые, а третий сорт товаров это те, которые я вообще беру первый раз, так что погнали, кому интересно. Итак, здесь я взяла ментос, ментос, в общем, их тут две штучки, как вы видите, это, как я понимаю, классические красные, а может, и не классические, но мне так показалось, ладно, пойдем дальше. Кстати, они идут только от двух штук, то есть меньше там невозможно взять. Потом чашка супа, в принципе, в принципе, кнор, по-моему, это борщ, да? Да, борщ написан тут сверху. Они тоже, по-моему, идут только от двух штук. И, кстати, если бы я выбирала какие-нибудь другие, а я выбирала и другие, и эти хотела взять, в общем, но это единственные, которые мне получается постоянно положить в корзину, и они есть в наличии. Я не знаю, то ли людям не нравится этот борщ, то ли что, ну, не знаю, как мне, я вот как попробовала, я такая, все, это просто супер. Я, опять же, забыла, ребятки, я, по-моему, в каком-то ролике показывала, как я завариваю, если ссылочка у меня осталась, ну, то есть видео осталось, я ссылочку, конечно, прикреплю, если найду. Вот, но, опять же, хочу сказать, что не помню, в кадре анализировала ли я состав этой чашки супа или нет, вот это я не помню. Если состав хороший, то можно прямо на постоянке брать, если не очень, но, по-моему, по-моему, он даже, очень даже натуральный. Видите, тут написано натуральные овощи и травы, и мне почему-то запомнилось, что я как будто бы анализировала его просто, наверное, за кадром. Вот, почему-то у меня вот так вот в памяти отражается, и мне показалось, что достаточно действительно натуральный состав, а не только, ну, как бы это заявлено на упаковке, на это, на фасаде, так сказать. Потом у нас тут идет вот такой вот арбузик, я не поняла, что помялся, что ли, но не сам арбуз, как вы понимаете, да, а натуральный бальзам для губ с пчелиным воском на 97,2% состоит из натуральных компонентов. Видите, у нас тут все натуральное такое, вообще классно. На самом деле, на самом деле, это продукт от компании «Сделано пчелой», на который я уже давно положила глаз, так скажем. Изначально я хотела вот просто у них что-нибудь попробовать, потому что у них достаточно, не сказать, чтобы супер много, но достаточно этих бальзамчиков разных. Там и хэмп. И что меня удивило, что хэмп и травы, это, по-моему, разные бальзамы, опять же, если я, конечно, не ошибаюсь. Вот, потом. С другой стороны, хэмп, это, по-моему, не травы, это определенная травка, поэтому, ну, как бы, с другой стороны, ну, они просто оформлены очень похоже. Ну, опять же, если я, конечно, ничего не путаю, я как-то прям сидела то ли одним вечером, то ли даже не одним, а несколькими вечерами, ну, не подряд, а вот, знаете, там, например, раз в месяц, потом еще два раза в месяц, вот. Ну, вот как-то так. Я сидела, помню, и я прям изучала, какие у них есть, какая стоимость. У них там, знаете, есть еще наборчиками, то есть по три штучки, ну, там, конечно, вы понимаете, цена. Ну, не сказать, что заоблачная, но просто за один раз обычному человеку сложно взять такую, вот. Хотя, с другой стороны, с другой стороны, если они топчик, то можно прямой набором брать. Так, подкопить и купить. Что-то я поняла, что я все-таки остановилась, да, на этом товаре, ну, ладно, начнем подробно с него, да. В общем, почему я взяла арбуз? Потому что, если я ничего не путаю, опять же, я люблю так говорить, потому что, действительно, если я в чем-то сомневаюсь, я в чем-то сомневаюсь. Я не говорю, что да, я знаю это точно, вот, на сто процентов. Если я не уверена, я так и говорю, я не уверена, если я не ошибаюсь. Итак, по-моему, по-моему, арбуз – это их новиночка. Это А, да, почему я хотела взять. Хотя, с другой стороны, новинки лучше не брать, да, блин. Чутка, наверное, я ошиблась, да, с этим. Ну, ладно, надеюсь, что не совсем ошиблась, потому что арбуз вроде как хвалили. Какие-то отзывы все-таки уже начинали появляться, вот, это первое, да. А второе, то, что я люблю запах арбуза, просто обожаю и вкус арбуза, и запах арбуза, и вид арбуза. Что еще про арбуз я могу рассказать, да, в принципе, все, наверное, на этой неделе. Или на следующей мы все-таки попробуем арбуз, я надеюсь, потому что Стас нам обещал. Вот, ну, я не знаю, как бы, август, сентябрь, вроде как, вот эти вот, да, месяцем надо как-то попробовать, вроде сезон. Вот, я вообще просто, я ждусь, ну, как сказать, скрестив пальчики, я ждусь с нетерпением арбуз, потому что это просто, это... Знаете, что я люблю? Я люблю дождь, и я люблю арбуз. Это вот просто такие вот must-have для меня. Ну, и, наверное, вы уже поняли, да, наверное, догадались, я взяла его, почему? Потому что там более-менее адекватная цена вдруг оказалась на арбуз, и я такая, вау, именно тот как раз вкус, тот, как сказать, та упаковка, которой я очень хотела, то направление, да, как еще сказать, в общем, со вкусом. Ну, потому что он со вкусом, это вроде, ну, ты не кушать же собираешься, правильно? Короче, я сама не ожидала, что в этот раз я возьму арбуз от бальзамчика, в общем, от сделанной пчелой. Я, короче, до сих пор в шоке, что я его попробую, ребятки. Там есть много разных, там есть и, по-моему, мед, если я не ошибаюсь, апельсин, может, я уже какие-то, ну, вообще из других фирм называю, но на самом деле там есть и классические такие вот, а-ля, ну, вот мед, он практически везде есть, да, ну, хотя тоже бабушка на двое сказала, комси, комса, где-то есть, где-то нет. Ну, в общем, вы поняли, да, что есть разные, ну, блин, я, видимо, действительно давно их рассматривала, и поэтому уже забыла половину, может быть, там кокос есть, ну, вот что-то такое. И главное, некоторые, о, по-моему, там есть ваниль, некоторые очень даже не хвалят данные бальзамы, и я такая думаю, почему, раз все натурально, все должно подходить, но было у меня, было, я думаю, даже не один раз я покупала прям действительно бальзамы, которые были заявлены как натуральные, и они мне тоже какие-то странные реакции выдавали, ну, точнее, мой организм как-то странно на них реагировал, и я такая думаю, почему? Ну, я в тот момент думала, почему их так хвалят, так нахваливают в отзывах? Ну, то есть это не было что-то там, ну, практически, практически было так, что, типа, 90% отзывов это пятерочки, вот, а остальные, типа, отзывы, там, что-то как-то не зашло. Короче, не терпится уже затестить, но могу вам сказать, что за последнее время, это очень удивительно, я купила два, два или три, ну, в общем, короче, это или четвертый, или третий бальзам для губ, который я покупаю. Обычно я так много не беру, но мне так уже хочется найти этот идеальный мэтч, как говорится, ну, не знаю, вот, надеюсь, с арбузом все сложится. Ну, кстати, вот те, которые я сейчас приобрела, тоже вполне такие вот хорошенькие, ну, тоже, опять же, плюс-минус, плюс-минус, ну, где такой идеальный-то взять? Я надеюсь, арбузик справится с этой задачей. Прикол в том, что пришла упаковка, ну, на ней какая-то такая вот маленькая бяка, и теперь у меня липкие пальцы из-за этого, я не знаю, что там было, я даже боюсь подумать, ребятки, что там было. Все, достала его. Одно могу сказать точно, ребятки, не ориентируйтесь на меня, в том смысле, что я вам сказала, по-моему, какие-то рандомные эти вкусы у данных бальзамов. Видимо, я действительно перепутала, может быть, с какими-то другими, потому что если я там изучаю какие-то товары, я могу смотреть, конечно же, не одну только марку, а, ну, не тысячи других, но достаточное количество, поэтому, поэтому, сори, я могла просто сказать какие-то действительно рандомные просто вещи. Но хэмп и трава у них точно есть. Вот здесь, мне кажется, я не ошиблась. Так, что у нас сзади? Состав. Пчелиный воск, масло семян клещевины, касторовое, масло плодов кокосового дерева, витамин Е и ниже полностью, да, составчик идет. О, классно, не тестируется на животных. Изготовитель. Такое миленькое, да, оформление. Сколько? 4,25 грамма. Или граммов. Блин. Я забыла, как это вообще. Мне кажется, грамм. Ну, короче, блин. Короче, я потом погуглю, как правильно. Ну, скажите, выглядит прям очень мимимишно. И упаковочка, и сам. Ну, бальзам я потом открою, ладно, ребятки? Если что, потом в каком-нибудь ролике покажу, расскажу. Быстренько пройдемся по тем, что я назвала в самом начале. Это Мэнтос. Жевательная резинка без сахара. Прикольно, прикольно. Мы сейчас все прям без сахара стараемся покупать. А тут, видите, как Мэнтос и без сахара. Здесь у нас 15,5. Опять же, я забыла, как произносить, ребятки. Я всегда говорила 15,5 грамма. По-моему, так. Та-дам! Так, срок годности, все прописано. Единственное, мне кажется, составчик я не смогу уловить, потому что он там серебристым таким написан. Точнее, на серебристом. А сам синеньким шрифтом выполнен. На баночке такая большущая цена была. Ну, не супер большущая, но такая, достаточная. Поэтому я такая думаю, ну, возьму вот такие вот мини-ментосики. Вот, попробую. Тем более, вот такой я еще не брала красненький. Я брала розовенький, фиолетовенький, фиолетовенький вообще просто. Пушка-бомба. А, еще, по-моему, то ли синий я брала, то ли какой-то такой. Мята, не мята, или тот классический, а я спуталась с этим. Ну, короче, вот какой-то такой. Про него, по-моему, отдельный ролик был, поэтому ничего говорить не буду. Так, что касается борщика, как у меня там одна девочка говорила. Я, когда работала в библиотеке, спросила у маленькой такой девочки, а что ты любишь кушать? И она сказала, борщик. Блин, такое мимишное, ну, вообще. Короче, общаться с детьми, это просто, просто милотадно. Короче, этот борщик мне зашел, и, видимо, поэтому я его, наверное, в третий раз беру. Если, опять же, повторю то, что я вначале говорила, если я отыщу кое-какие видео по данной тематике, я обязательно здесь ссылочку на них оставлю. Так что смотрите, кому интересно. Ну, а так, по-быстренькому посмотрим, что здесь. Крабики, тут еще крабики, ребятки, я взяла. 20 штук. Крабики для волос женские, маленькие, красные, краб, заколка, крабик женский, мини, 20 штук. Немножко напоминает мне, такие, знаете, описание товара с Али, но такое, знаете, очень адекватное. Какое-то даже не смешное. Спасибо большое продавцу. Я, правда, видела, что кладут там еще резиночку в подарок. Блин. Я надеюсь, что резиночка, что эти крабики просто топовые. Ну, хотя бы, ну, даже если они не топовые, пусть они хотя бы нормальные будут, потому что там, конечно, хорошие отзывы были, прям даже, наверное, отличные. Но, если честно, если честно, я вот немножечко опасаюсь брать такие товары от, как сказать, ну, блин, от тех производителей, от тех продавцов, от которых я еще ничего не брала. Поэтому, поэтому. Тех моих как бы не было, а мне надо было прям срочно что-то взять. Хорошенькое. Прям хорошенькое. Отлично. Люди хвалили, люди говорили классно. Там были черные, но черные стоили дороже. Я такая, ну, мне, наверное, немножечко, ну, не то чтобы пофиг совсем, но красные вроде как там одна женщина оставляла отзывы. Да. Я такая думала, да, пофиг. Ну, правда, пофиг уже, ладно, красные. Скидка есть, скидка есть. А потом авось и черные возьму. Ну, потому что, да, черные, они прям классика-классика. Ну, с другой стороны, ну, постоянно в черном, в сером и так, да, ну, хоть какой-то вот такой вот красненький или там вот розовенький, да. Тем более сейчас будет осень. Надо как-то раскрашиваться. Это очень смешно. Потому что действительно сейчас все будут в мой любимый цвет одеваться. Все будут одеваться в серый цвет. И черный. Тут еще что у нас за колобушка? А вот такая колобушка, знаете, что это такое? Это наборчик от компании или... Ну, в общем, особая серия. По-моему, это название компании все-таки. В одном из своих роликов я уже показывала этот наборчик. И вы знаете, мне он как-то так вот зашел. И я такая, да, 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 нужно брать, нужно брать. Если что, то сразу вот его. Я прям не сказала бы, что это прям самый суперский набор, который я видел. Но сейчас, после той штучки, которую я взяла в одном из магазинчиков, вы поймете, какая такая оранжевая. Что там с апельсинчиком? Да, да, именно вот про ту, которую мне говорили, которая не будет щипать глазки. Ну, по крайней мере, ничего не говорил, никто не приходил. Ну, не то, чтобы не жаловался. Ну, блин, и реально она мне щипает глазки, блин. Она мне не просто щипает глазки. И эта штука, ребят, не берите, если вам нужно снимать именно глазки. Для остального подходит, для глазок не надо. Даже не тестируйте. Здесь же с этим все в порядке. Вот набор кокосовый, молочко для снятия макияжа и крем ультрапитательный. Ну, понятное дело, что тоже может не всем подойти. Вот там крем, да, молочко само. Но вот мне как-то более-менее все вот из этого комбо подошло. Плюс-минус все подошло. Я бы даже сказала, наверное, на четверочку с плюсом. А так как чем-то мне все-таки глазки смывать нужно, да, ну, не глазки, а косметику с глазок, поэтому я такая, ну, все, возьму это комбо, и я надеюсь, больше не буду беспокоиться по этому поводу. В принципе, я думаю, легко найти там, ну, что набор кокосовый, что и здесь тоже все, ну, кокос-кокос. По рисунку можно даже найти, поэтому не буду открывать сейчас, ладно? Ребятки, осталось два товара, тетрадочки. И вот такое вот худи. Блин, я так хочу вам показать и сама поглядеть. Вы не представляете, сама еще не смотрела. Так, только, знаете, отдаленно, вот так вот через пукетик.